итак ребята всем привет у нас как вы знаете диета мы находимся вирмане кто с нами еще кто не видел наш блог пожалуйста подпишитесь у нас много интересного происходит здесь вирмане мы рассказываем как проходят наши дни будни чем мы занимаемся то и в общем обо всем а также о нашем похудении много начитались мы и много я насмотрелась ю тубе а девочек которые худели на фунчозе фунчозе сегодня мы взяли 200 грамм вот та самая лапша ее надо сейчас я закипятила воду изначально постепенно буду вам рассказывать рецепт фунчозе с курицей вот у меня 200 грамм фунчозе да вы видите ставлю я ее в тарелочку закипятила я воды в чайнички теперь вот она только-только нужно и мне ее залить всю и оставить на 10-15 минут чтобы она приготовилась все нужно накрыть ее и сверху поставить крышечку крышечку у меня это будет тарелочка все я накрыла она у меня будет как мивина сейчас стоять 10 минут где-то дальше что мне дальше потребуется пока наша мивина запаривается ну не мивина я извиняюсь а лапша наш лук у меня здесь две луковицы я нарезала не кубиками это нужно вот такими ломтиками нарезать вот я нарезала почистила помыла луковицу также еще добавляет для зажарки как как вы знаете морковь одну морковку но то как мы не едим морковь я буду обжаривать просто лук дальше нам потребуется после того как мы пожарим лук с морковью нам будут нужны такие ингредиенты как перец сладкий красный у нас вот и кабачок или цукини и все это нужно нарезать ломтиками перец две штучки красного перца и кабачок у меня один кабачок с головой мне достаточно хватило также соль перец соевый курица чесночок давайте будем постепенно чтобы вы поняли что зачем я делаю то и в принципе как это все будет происходить сначала я буду обжаривать конечно же рук так я ставлю сковородочку сейчас мы разогреем сковородочку по солнечного масла будем лучок обжаривать а потом добавлять наши овощи это нас кабачок с перцем мы сами вообще не любители морковки потому что мы не переносим вареную морковь я с детства не люблю они также поэтому мы не особо ее приносим и любим там может морковка по-корейски свежая морковка знаете там в салате каком-то просто свежим так мы не любим а вообще в официально вообще фунчозы должна быть конечно же лук с морковкой ну как и зажарка что везде как обычно зажарка поэтому вот я лучок уже нарезала заметьте вот какой должен быть паучок я вам показываю сейчас уже нагрелась наша я думаю сковородочка пока мы с вами разговариваем солнечное масло немножко вот наша курица мы сюда купили курицу германию вальди по скидочке 345 внутри 53 евро и 50 центов 400 грамм курицы филе вообще она стоит до 5 499 по моему если не ошибаюсь поэтому мы взяли по скидке эту морозилку а другую мы подумали вот фунчоза сделаем и я реально насмотрелась много рецептов и увидела девушку которая реально она ну не знаю она говорит что постоянно есть эту лапшу также готовит своей семье и на фунчозе за четыре месяца сбросила 30 килограмм я не знаю но все равно она может что-то немножко врет мне кажется на что-то еще кушала кроме этой фунчозы но как она говорит что очень сильно помогла ей она сейчас будем смотреть попробуем все что это я отправляем помешиваем теперь лопаточкой чтобы обжарился обычно лук с моркой жарится сначала лучок золотистого золотистой корочки потом морковку уже зажарка готова потом мы будем жарим добавлять ваши овощи давайте я наверно пока что очищу наш чесночок нам будет нужен один зубчик большого чеснока если у вас маленький чеснок то потребуется 2 . у меня здесь мусор как вы знаете нужно отдельно я пока что все в один пакет но вообще у нас не церемонятся мы живем у нас тут на районе и у нас все сбрасывают все в один бак и все я не понимаю все какие претензии были а в итоге люди не сортируют мусор они как почему я не поймут так сегодня у нас выходной день мы думаем вчера были на тракционах сняли для вас видео кожа выйдет также распаковка была но немножко позже сегодня у нас такой рецептик худеющих мордан думаю будет очень вкусно потому что курица соевые овощи и лапша это стеклянная я думаю это реально будет очень вкусно я еще никогда не ела но я уверена что будет классно увидела этот рецепт тоже ютубе и решила попробовать что-что кого не знаю кстати можно еще как это посоль называется а еще говорят но я видела в другом видео но можно и добавить я не знаю добавлять ее с ручковым хлопцом еще можно добавить как хочешь еще добавляют ребята чтобы вы знали этому может кто-то и готовил как говорится огурец свежий огурец не знаю у нас он есть но что-то я боюсь его добавлять мне кажется вкус ой испортит поэтому я думаю он лишним будет зачем он огурец свежий надо есть так я считаю я думаю вы со мной согласились также нужен конечно еще кунжут но мы его не нашли я не знаю где он он пройдется конечно в азиатском где-то магазине но здесь сегодня выходной мазгинь и как бы на церковь не ездили там конечно выбора такой лапши стекляны но мы выбрали здесь так ребята а не ты не можешь прийти направили на штативе я не знаю тут просто не готовишься буду уже возле сковородки готовить это все как думаешь добавлять мне сейчас что делать нужно ближе сюда мне кажется поставить чтобы было потому что я сейчас не буду уже больше чуть-чуть чуть-чуть можно не знаю так ребята вот золотистая корочка можно еще ну мне уже хватит я уже меньше сделала огонь смотрите чтоб не подгорело у меня чуть-чуть подгорело ничего страшного дальше я добавляю все наши овощи я думаю теперь лапши у нас без фирма мне кажется и так сойдет можете что угодно любые овощи на ваш вкус почему мы раньше об этом не знаем я слышала почему мы раньше я тоже я не знаю почему но да я по-моему ничего страшного так все перемешиваем тушить надо тушить наши овощи как протушу овощи а сколько полный минут ну сколько минут десять и включимся тушим под крышечкой да 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 я вообще просто в шоке ненавижу такое просто она вообще как сопли вот вам как бы скидка а без скидки смотрите покупать масло это надо быть не знаю кем я еще покажу просто что проведет чтобы понимать и тратите даже без скидки сам прикол это же было без скидки ну сейчас стало чисто потому что дата там приходит в своему времени не ну это что по скидке ну по скидке но сам факт все равно чисто из-за даты но мясо продавалось до этого без скидки такое так оно еще не пропавшее так оно еще не пропавшее ему еще и под ней можно не понимаю ну у нас же видно что у него сопли так видно конечно нет что в шоке Аня вот перебирает мясо потому что это реально страшно особенно когда по скидке приходится иногда вот так ребята я чуть-чуть помешиваю овощи наши тушить пахнет очень да вообще он очень пахнет так что ребята еще минут пять и я включусь вот сколько отходов и сколько насы итак ребята вот у меня зубчик чеснока вот такой большой и я его натираю прям нам в сковородочку к овощам ну есть у вас как она называется я ее не могу найти я не знаю где мы ее чеснок кстати мне не нравится запах у него такой плохой старый какой-то старый очень я спажу тебе надо будет сейчас вот вот чувствуешь да все у меня с головой хватит от головы далее это я перемешиваю наши все овощи видите овощи уже протушились кстати овощи запах классный вообще обожаю овощи тушить или даже в духовочку и это с оливковыми овощи просто можно это вкусно очень так сейчас перемешиваю еще минутка где-то и все так теперь открываем курицу 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 у нас уже подготовилась осталось добавить специи и чуть-чуть соевого соуса Сейчас я помешаю. Сначала сделаю он уже немного меньшим, средний. Так, я добавляю перец. Острое. Ничего страшного. Я просто открыла, наверное, неправильно, новая пачка перца. Мы любим острое. Грибь аккуратно. Сейчас я помешаю быстро. Ничего страшного, оно все помещает, с овощами все будет нормально. И чуть-чуть, у нас соленый соевый соус, добавляем курочки, поливаем прям курочкой. И потом уже там все. Сейчас самое главное, это курица в специях, также можете добавлять специи в курочке. И соевый соус. Вот, я сейчас ее еще чуть-чуть отжарю, минуты-две, и все. Увидим дальше. Все, ребята, вот 10 минут она настоялась. Я слила воду. Лапшичка вот, смотрите, какая классная. Мы никогда не пробовали. Теперь, что мы делаем. Мы будем смешивать все в большой емкости. У нас вот такая емкость, побольше нету. Добавляем наши овощи. Добавляем теперь курочку. Курочка, а ты видишь, какая перченая. Ну ничего, она сейчас помешает с овощами. Так и должно, мне кажется, быть. Норм. Да. Все, теперь надо, я не знаю, чем я сейчас буду мешать. Это все. Сначала, наверное, и сейчас другую емкость. Потому что мы ее не смогли. Вот так у нас будет. Давай. А говорила, больше нет. Есть? Есть. Лапши. Лапши мало у нас получилось. Она, видишь, разваривается, получается немало. Немало ее. Так, сейчас все перемешать главное, а потом в конце соевым все. Ну да, это как перемешать. В общем, ребята, да, мы переборщили, что добавили 200 грамм. Надо 100 грамм. Мне кажется, 100 грамм идеально. 100 грамм. Ну мы просто не знали, понимаете. Мы смотрим, 100 грамм. Подумали, что будет мало. Ждали две упаковки, не знали. Ну теперь будем знать, что 100 грамм с головой хватает. Так, дальше, ребята. Все я перемешала, а теперь буду добавлять соевый. Просто реально не знали, как именно правильно ее готовить. Поэтому все так. На 100 грамм получите ее так много. Ну, будем тогда... Тут целых 200 грамм. Да, так как будто не знаю, много очень всего. Ну, овощей мало для такого количества лапши. Боже, что я сегодня вообще не знаю. Так, пробуем. Если соевого мало, добавляете на свой вкус. В целом в конце кунжутам подается. Можно еще добавлять, я видела, зелень. Зелень еще беру там. Сейчас я попробую сначала. Ну, я попробую. Он такой соленый еще лучше. Я сейчас не могу попробовать. Попробуй ты. Попробуй. Она холодная. Почему? Попробуй. Потому что я чай сладкий пыла. Как вкусно. Да? Хватит своего? Нет. Еще. И еще. На такую лапшу нет, она сладкая. Ну, она ж... Сладкая. Ну, давай туда уже весь, ну что? Ну, давай, давай. Что расставлять? Каплю. Каплю в море. Тут бы мало не было своего лапши. Там еще у нас нет, нету больше. Желт еще. Так, главное, чтоб овощи. Просто я видела лауси с цветом таким, ну. Темненькая. Ммм. Ну, может еще соевая, я не знаю. Ты что же так видела, да? У нас просто лапши много из-за этого. Ну, ты же тоже так видела, да? Да, да. Что вся соевым впитывает, да? Угу. Вот. Ммм. А мне норма. Норма. Нормально? Ладно, давай я попробую. Ой. Сейчас. Ой, тут есть. Ну, чуть-чуть зелень добавлять, я на союшилась. Не хватает чуть-чуть, может, соевого, мне это кажется. Да ты берешь с овощами, ты так не поймешь. Это обычная лапша. В смысле, да? Ну, для меня, да. Ну, не знаю. Ммм. Ммм. Соевого, мне кажется, еще чуть-чуть надо. Ммм. Ммм. Да. Вкусно. Но. Соевого, да, надо еще? Ну, вообще, да. Мало, да? Очень мало. Ну, потому что мы, конечно, перегнули с лапшой, ребята. Вот видите, 100 грамм. Мы 200 грамм добавили, ем новым. Конечно, надо 100 грамм. Два перца на 100 грамм риса и два цукини на 100 грамм такого риса. Что теперь делать? Соевый у нас весь закончился. Сейчас, я не знаю, бежать за соевыми или солить. Наверное, соли. Соли будем добавлять и все. Главное, ребята, вы поняли сам принцип, как готовить? Да. Не забудьте, не переборщите с лапшой, вот как мы сейчас. Ну, а лапши? Да. Нет. Ну, что? Ну, в принципе, вам же не желательно сено-соленое есть, но так вкусно. Нет, на соли, если что, добавим. Прямо если закончится со слоем. Прикольная такая. Необычная. Необычная, да. Так что сейчас будем пробовать. Всем приятного аппетита. Готовьте. Да, ребята. Напишите, может, вы готовили свой рецепт, как у вас получилось. Пробуйте. Это реально вкусно. Мне понравилось. Просто главное много лапши. Да, много лапши мы перекручили с лапшой. Да. Ну, ничего страшного. Первый раз готовим, так что так. Так что пишите в комментариях, как вам наш рецепт. Вообще понравился или нет. До скорых встреч. Всех любим. Целуем. Кто не подписался, подпишитесь, поставьте лайк. Всем пока. Пока.